Конец будет один, что делать Зеленскому с предложением Путина, апостроф, Украина. Алексей Арестович, апостроф, Украина. 5 июля 2019 года. То, что делает Владимир Зеленский по линии внешней политики, вообще трудно назвать политикой. Он только знакомится с тем, что такое политика. Но уже есть конкретные представления о том, что он хочет сделать с конфликтом на Донбассе. Но это не значит, что он занимается внешней политикой. Даже при самых благих намерениях ему надо очень много времени, чтобы с ней разобраться. Но наличие добрых намерений у меня вызывает сомнения. Потому что то, что хорошо для господина Зеленского или господина Коломойского, не всегда хорошо для Украины. Сегодня утром господин Коломойский вообще заявил, что конфликт на Донбассе – это внутреннее дело Украины. А Россия ничего не инициировала и вообще не удел. Если Зеленский думает хотя бы наполовину так, это опасная политика для Украины. Во-первых, я с нетерпением жду его реакцию на слова Коломойского. А во-вторых, я вижу, что он очень хочет помириться с Россией на Донбассе и для этого готов на односторонние уступки России. Путин призывает Зеленского пойти на прямые переговоры с террористами. Но если он решится на такие действия, это будет начало его последнего осчета. Общество положит конец или такой его позиции или его президентству. Террористы на Донбассе – это лишь марионетки Владимира Путина и любые переговоры с ними не ослабят позиции президента РФ. Вообще, нас испытывают. Коломойский говорит то, что хотят сделать Зеленский и Богдан. И они смотрят, проглотит народ или нет. Если будут протесты, скажут, мы пошутили или это вырвано из контекста. Если проглотим, то будет политическое решение – пойти на прямые переговоры с так называемыми лидерами ДНР или НР. Об этом сказал Путин, и об этом же говорит Коломойский. Значит, они действуют синхронно. Не исключено, что Коломойский может заигрывать с Путиным из-за того, что его прижали американцы. Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, подали в Украине иск против Коломойского. Они требуют 200 миллионов гривен компенсации и морального ущерба за то, что он назвал их аферистами – Апостров. В свое время он финансировал добровольцев, пытаясь сделать из них свои частные армии, он не отстаивал Украину. Но добровольцы не согласились на его идеи. Если будут прямые переговоры с боевиками, я не завидую ни Коломойскому, ни Зеленскому. Народ поднимется и, не знаю, в какой форме это будет, но им этого не простят. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.